Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева Черкесия» в студии Мураджан Кёзов. Всероссийский экологический диктант шагает по стране. В Черкесске в региональном отделении партии «Единая Россия» депутатский корпус, общественники и волонтеры проверили свою экологическую грамотность. 2023 год для «Экодиктанта» – пятый юбилейный. Это ежегодный проект, который проходит с 9 по 26 ноября. Участие в «Экодиктанте» способствует формированию экологической культуры и популяризирует активную природоохранную деятельность. Такие мероприятия проводятся для того, чтобы развить интерес у молодежи в вопросах экологии, для повышения уровня экологической грамотности и в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений, поделился депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по экологии и природным ресурсам окружающей среде Султан Узденов. «Экодиктант» можно описать любой желающий на онлайн-платформе ecodiktant.rus. В нашей республике в период до 26 ноября, по предварительным данным, свою экологическую грамотность проверят около 2000 участников, рассказала министр природных ресурсов Карачаева-Черкесии Диана Качкарова. Это на самом деле такое важное мероприятие. Мы должны думать и работать над тем, как привлекать в первую очередь молодежь к экологической обстановке, к экологии в регионе, в стране и в целом мире. Поэтому, знаете, не зря на всех таких международных форумах, каких-то там советах первые лица наших различных государств затрагивают тему экологии, потому что реально это актуальная проблема во всем мире. Поэтому я считаю нужным и необходимым почаще проводить такого рода мероприятия, которые будут нам помогать, привлекать общественность, беречь нашу природу, беречь нашу экологию. Цель, конечно, этого экодиктанта в том, чтобы провести значимость этого мероприятия, экологическое просвещение населения. Для того, чтобы была заинтересованность во всех тех мероприятиях, которые непосредственно касаются экологической направленности. Это и посадка лесных насаждений, это и защита от мусорных свалок, от негативного воздействия на окружающую среду, то есть все мероприятия, которые касаются на экологическое благополучие нашего населения. В день врача-педиатра Республиканскую детскую больницу посетили представители регионального отделения партии «Единая Россия». «Коробка храбрости» во всероссийской акции с таким названием приняли участие депутаты республиканского и муниципального уровней, а также активисты молодой гвардии. Они принесли юным пациентам учреждения, игрушки и развивающие книжки. Таким способом участники акции постарались сделать менее болезненным и неприятным пребывание детей в стационарном отделении больницы. Каждый ребенок мог взять с собой в палату именно то, что ему приглянулось. К слову, акция по сбору игрушек для ребятишек, проходящих тяжелое лечение, продлится до 1 декабря. Такими акциями мы показываем пример того, что можно делать для людей, для детей, для тех людей, которые в этом нуждаются. Вот простой пример, который мы сегодня обсуждали. Случайно попала со мной моя дочь средняя, и вот ее первый вопрос был, а вот если мы с девочками что-то сделаем, можем мы что-то кому-то тоже подарить? Да, и вот я говорю, давайте соберите деньги, там поделки свои какие-то, которые вы делаете, продаете, скинетесь, что-то купите, и мы организуем вам выезд в детский дом, в дом ребенка. Три-четыре раза в год повторяется вот такое радостное событие, когда мы можем обрадовать детей не только нашими инъекциями, лекарствами, но и вот такими подарками. Вы видели, как дети выбирали. Сам процесс выбора подарка, наверное, был ценнее самого подарка. Передача знаний о наследии народа. Такова цель встреч, которые в городах за пределами республики проводят люди, которые заинтересованы, чтобы подрастающие поколения знали и любили язык и обычаи предков. Одна из таких встреч прошла в Ставропольской краевой Универсальной научной библиотеки имени Лермонтова. Репортаж Алла Динаевой. Обучаясь в различных вузах, молодежь республики уезжает и проживает в больших городах России. Но чтобы молодые люди не теряли связь с корнями, знали и продолжали изучать язык, историю и традиции своего народа, писатели-публицисты Сакопаев провел встречу со студентами в Ставропольской краевой библиотеке имени Лермонтова. Для познания трав, какого не есть народа, старайся прежде выучить его язык. Когда мы учим свой язык, мы хотим на нем читать. Я вас всех приглашаю, конечно же, те, кто в Ставрополе, приходите, посмотрите книги и Суюна Капаева, и Сысу Юновича, и Кадрия. Все это на ногайском языке. Это богатство в центре города в Ставрополе, в этом отделе. Почему не прийти, не взять книгу на дом и не прочитать ее? В библиотеке очень много материалов, очень много книг, касающихся истории и культуры нашего народа. Здесь прошли, вот библиотеки в частности, прошли замечательные презентации. Заведующий отделом литературы на иностранных языках Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки имени Михаила Юрьевича Лермонтова Вера Лопухова предложила проживающим в Ставрополе ногайцам. Найдите одного знающего преподавателя, а мы вам обеспечим площадку, где вы можете собраться в пятером-шестером и изучать свой язык с этим преподавателем. Мы так изучаем здесь в иностранном отделе французский, немецкий, общаемся на английском, так как отдел иностранный. Я вот очень бы хотела, чтобы, ну мы бы, да, чтобы таким образом на волонтерской основе как-то начинали и вот изучать свои языки. Народный писатель Карачева-Черкесия Иса Капаев на встрече презентовал и интернет-портал «Ногайский дом», благодаря которому читатели могут познакомиться с нагайской литературой, музыкой, историей и культурой. На портале представлено много информации, связанной с языком, фольклором, достижениями в науке, спорте и образовании. Целью интернет-портала «Ногайский дом» является сохранение и передача знаний о наследии народа, формирование патриотического отношения к родине. Поделились собравшимися знаниями и идеями заместитель председателя Федеральной национально-культурной автономии «Ногайцев России» Магомед Санглебаев, а также главный редактор Карачева-Черкесского литературно-художественного журнала «Мамит-Экей» Асан Найманов, который на протяжении многих лет выявляет и поддерживает одаренных детей и прививает любовь к родному языку. Аладинаева Олег Малхожев, Вести, Карачева-Черкесия, Ставрополь. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok В Москве продолжается грандиозная выставка «Форум России», организованная по поручению президента России Вадимира Путина. Здесь представлены все российские регионы, крупные компании и значимые для страны проекты. Все экспозиции пользуются популярностью посетителей выставки. За это время почти 150 тысяч человек смогли окунуться в атмосферу многогранной, самобытной и гостеприимной Карачаева-Черкесии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. 8 декабря гостей нашей экспозиции ждет День региона, который пройдет под девизом «Добро пожаловать в Карачаево-Черкесию». Сейчас готовится насыщенная и яркая программа, которая не только познакомит людей с нашей республикой, но и даст возможность приобщиться к национальному колориту, проникнуться традициями народов и ощутить себя частью многонациональной республики. Благодарен нашему президенту за инициативу проведения выставки, возможность представить культуру и традиции многонациональной Карачаевой-Черкесии и продемонстрировать достижения региона. «Уверен, День республики на выставке подарит незабываемые впечатления о нашей прекрасной малой родине. Ждем всех на нашей экспозиции и добро пожаловать в удивительную Карачаево-Черкесию», отметил глава республики Рашид Тимрезов. Не только разбираться в компьютерных программах, но и создавать игры на их основе. В республике прошел первый этап презентации результатов проекта «Киберпик». Подробности у Али Баташева. На пастуха в Дулахе нападают хищники. Он вынужден противостоять им. Больше всего медведи и волки боятся выстрелов из винтовки. Герой сражается с ними на фоне красивых горных пейзажей, созданных воображением автора игры. Али Мауртенова из Карачаевска. Он один из выпускников летних IT-курсов проекта «Киберпик» в нашей республике. Изучил язык программирования Python и создал игру на библиотеке «Пайгейм». Какие теперь у тебя планы? Изучить игровой движок Unity и язык программирования C-шарп, чтобы делать еще больше 3D-игр. Грантовый проект «Киберпик» был направлен на то, чтобы молодежь, начиная с первого класса и дальше без возрастного ограничения, могла изучить основы программирования на языке Python и C-шарп. В рамках реализации проекта дети в летнее время, во время проведения каникул, посещали летнюю проектную школу и изучали основы языка программирования. Конечным итогом стала реализация собственных проектов игровых, которые были реализованы с помощью игрового движка Unity и библиотеки «Пайгейм». Первый этап обучения проходил на базе первой школы Карачаевска, а второй – в Черкесске, в центре одаренных детей «Спутник». Дети экспериментировали с различными функциями и элементами игры, создавали уровни, добавляли звуки и анимацию, чтобы придать своим играм оригинальность и уникальность. Результаты лучших разработок юных программистов прошли презентацию на базе центра одаренных детей в Черкесске. Герой супер-игры Марио превращается в горца Супер Мурата, питанием которого служат блюда кавказской кухни – хачаны, манты и лукумы. Блюда и вооружения меняются в зависимости от уровня прохождения игры, говорит ее автор Ислам Кубанов. Эта игра была сделана с целью привлечения интересов молодежи к истории и культуре карачаевского языка, так как сейчас мало кто с ним интересуется, и из-за стремительной ассимиляции мало кто-классов. Я сделал эту игру с целью привлечения обратной интересов к кавказской культуре и надеюсь, что она с этим справится. Есть такие коллеговые дети у нас в Карачаево-Черкесской республике, которые могут по IT-технологиям разработать свои программы. В этом случае у них программы на даже родном языке, на родном карачаевском, на родном черкесском. В конце презентации детям были вручены ценные призы и сертификаты. Али Баташев, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесске в детском саду номер 27 «Маленький цветочек» стартовал муниципальный этап конкурса «Воспитатель года 2024». Мероприятие направлено на стимулирование непрерывного профессионального и личностного роста педагогических работников дошкольного образования республики, трансляцию лучших образцов педагогической практики, пропаганду инновационных идей и достижений, поддержку и поощрение творчески работающих педагогов. Конкурс рассчитан на 4 дня. Будут проходить мастер-классы для коллег и занятия с детьми. Я всегда, когда с дошкольным образованием начинаю тесно взаимодействовать, я всегда начинаю вспоминать, какая я была счастливая в роли мамочки, когда я отдавала своего ребенка в детский сад. На самом деле детский сад, воспитатель – это то начало, то становление личности, становление человека, когда вы вкладываете человеческие качества в этого ребенка. Я хочу, чтобы вы поделились друг с другом опытом, чтобы вы впитали друг от друга какие-то новшества, инновации. И с началом, со стартом. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok